Во-первых, хочу поговорить свою команду за хороший содержательный футбол на таких непростых погодных условиях. Все-таки обе команды пытались играть футбол, показывать, к комбинационному футболу даже стремились. Ну и что здесь сказать? Да, казалось бы, забитый гол на последних секундах, ничья, но это было бы верхом несправедливости. Наверное, сегодня наконец-то бог футбольный встал на нашу сторону. Я думаю, что мы были острее в атаке, создали больше голевых моментов. Но за второй тайм у соперника я, кроме этого удара, в общем-то, вспомнить нечего. У нас были хорошие моменты, хорошие подходы, предостаточно было моментов голевых. И за день мы первыми, я думаю, что мы могли увезти отсюда тречка. Ну что, на душе неспокойно. Очень обидно, честно сказать, по-всякому игра могла сложиться, но очень обидно, когда там остаются какие-то считанные секунды пропустить гол. Не трудно, наверное, и вам представить, какова ситуация сейчас у нас в раздевалке. Вот так бывает. Но, если говорить по игре, я, конечно, явно не толь творен всем тем, что происходило. На то есть объективные причины. У нас явно не заладилась игра в атаке. Вот как раз я бы отнес это и к объективным. Но ни в коей мере не причинам, которые смягчают обстоятельства. У нас не было двух форвардов. И нам пришлось здесь выстраивать впервые Скепский. По-моему, второй раз в жизни он играет в атаке. И, ну, как вы видели, он старался, но явно не натягивал до того, что требуется сегодня команде для реализации некого потенциала. Вот, попробовали во втором тайме Обухова, но он после болезни, после болезни практически тренировался всего два дня. И явно не добрал еще кондиции. Ну, и видно было, что он в неких моментах далеко не тот, которым мы его знаем. Ну, думаю, что в обороне наша команда сыграла в целом надежно. В середине не хватало конструкции, которые мы показывали, по крайней мере, на сборах и во втором тайме в игре Красноярске. В общем, подводя итог, здесь над чем работать. Работать очень много нам предстоит. Большая работа предстоит. Очень жаль, что сегодня только очки.